Юбилейный год в Архангельском начинается с конца. Конца большого этапа работы по реставрации сразу 13 памятников архитектуры на территории уникального комплекса. Один из них – абсолютно новое выставочное пространство – дворец Каприз. Здесь будет выставлена коллекция фарфора Юсуповых. Открытое хранение керамики, стекла и металла – еще одно оригинальное решение для Каприза. Завершена также реставрация чайного домика, храма памятника Екатерине II и, конечно, колоннады. Архитектурная доминанта усадьбы в стиле неоклассицизма архитектора Кляйна теперь прекрасно и снаружи. Небольшой акцент был водружен крест и внутри. Помещение в верхнем этаже рождает самые высокопарные эпитеты. Когда в первый раз увидел эти результаты, сразу сказал, что Версаль хуже. За год сделать такую громадную работу – это было чрезвычайно сложно как исполнителям, так и нам, поскольку все время нужно было работать в контакте, нужно было понимать, что есть в проекте, как это осуществить. И любая деталь она требовала иногда неоднократного повтора, как, например, вот ангелы, которые внизу здесь ведут к колоннаду. Яркий свет обнажает отсутствие патины времени, но оно все-таки сделает свое дело. А пока здесь будут проходить концерты и выставки. 68 миллионов рублей на реставрацию, 249 миллионов всего – выделено Архангельскому в 2018 году. Деньги скромные, отметил министр культуры. Это первый этап раскрытия помещения, он будет продолжаться дальше. И в следующем году, и в 2020 году мы продолжим работать. Затем каждое из этих помещений будет наполнено музейной жизнью, экспозициями, концертными площадками, дополнительными музыкальными залами. И, конечно, огромное внимание будет уделяться благоустройству дальнейшему территории и парка. Огромные окна в пол, светлые просторные залы. Обновленный западный флигель дворца вскоре станет каретной галереей. А пока параллельно продолжится большая реставрация в русском Версале. Еще не готовый восточный придворцовый флигель и оба фасада ждут в княжеском имении и, пожалуй, главных героев Архангельского. 137 скульптур с подпорной стены. Вернутся они в апреле, обещают музейщики.